добрый вечер всем привет сегодня я хочу поговорить о сериале который недавно посмотрел называется великая это о екатерине великой екатерине второй вот очень интересно смотрится там актриса которая сыграла главную роль она хорошо ее сыграла интересная женщина но у меня возникли кое-какие это сказать не согласен еще почему меня это за дело я же с города одесса который город одесса был основан екатерины при управлении завоеван у турции поэтому тема интересная конечно но мне вот нет вот что мне не нравится больше всего мне не понравилось что петра 3 внука петра первого показали в этом в этом фильме идиотом я сразу как говорится но вот видно что это как говорится я не хочу крыться ассоциировать это с политикой но историю пишут победители екатерина сверху своего мужа как бы вот но дело не в этом петр царствовал всего полгода почему почему вообще его сверли почему говорится за ним такой имидж идиота закрепился и все такое то за надо смотреть глубже он был европейским ну как бы он находился под европейским влиянием он долгое время жил в европу на чем в россию попал только возрасте по моему там 12 лет 12 лет вот и те вещи которые он тогда хотел делать он опережал свое время например он как бы во первых он создал первый в россии банк это он первый кто-то сделал это раз кожи он идиот он прекратил исследование старообрядцев вот то есть он был либеральным в этом плане это тоже не нравилось в конечном итоге вот сегодня к чему пришли сегодня же не преследуются другие религии вот петр выступал за то чтобы другие религии не преследовать что именно бунты вот из-за этого что их притесняют и унижают и издеваются он был против этого кроме того при петре первым была введена обязательная служба для дворян он это отменил то есть служба для дворян было пожелать он сделал это по желанию не по принуждению он дал бы он дал большую свободу крестьянам он вел наказание для помещиков за наказание крестьян и жестокое обращение и так далее такого раньше не было то есть человек как говорится опережал свое время вот и ему ввиняют как бы ставят вину пошел он заключил договор с мирный договор с пруссии я хочу на этом говорится сконцентрировать сконцентрировать внимание как бы россия привела к той илизавете это его тетя которая фактически его усыновила илизавете вела войну с пруссии семилетнюю ну это война был победоносная потому что много отвоёвано с территорию пруссии петр это вернул все обратно и заключил с ними как пишут на русском пишут невыгодный для россии мирный договор на другой страны если так подумать кстати я хочу еще одну одну обратите внимание на но вещь екатерина и его жена которая его свергла она как бы это использовала против него но она же сама это кстати не афишируется нигде но это правда это вы можете почитать это она сама заключила с пруссии мирный договор то есть она его продлила я как бы у россии был при екатерине союз пруссии он тогда еще лишь и пришел к выводу человек которого считают идиотом что спросим воевать невыгодно и что и что екатерина она как говорится фактически по на по вообще вот как бы по фактам она продолжала его политику петра вот многие реформы которого нашего она продолжала их то же самое то что спроси как бы она это использовала против нее потому что было как бы недовольство гвардии в армии русский на русскую территорию как говорится на сколько русской крови было пролито его цель и отдали на самом деле это было правильно потому что екатерина которую считают великой об этом отдельно она вернула пруссии тогда получается если петр был идиот его категория за то что он это отдал заключил спуссии мирный договор почему же тогда екатерина риска которая считается великая и умная почему же она тоже спуссии как говорится поддержала мирный договор и продлила его араб она двигалась в другом направлении она воевала там с турками она там завоевала кавказ то есть она европу не трогала может может быть потому что у нее самой были немецкие корни она немка была это у него были немецкие корни она была чистая нема значит он делал правильно если она продолжила этот курс так что опять же такие в этом фильме великая показано что типа вот он дурачок он взял все пруссии отдал какой он дурак да но оказывается не все так просто почему же тогда екатерина этот мирный союз курсе поддержала она вначале использовал это против него него что-то было выгодно а потом она когда уже стала императрицей она продолжила этот курс значит не все так так как говорится как нам преподносят просто он его проблема была в том что он не смог удержать вас он видно по мягкий человек у него не было такой жесткой воли как у петра он не был из разряда таких людей как иван грозный так далее а она как говорится но она конечно великая тут туда но она как бы мы все знаем что он с ней это был брат брат по воле его как говорится тети он ее не сильно там любил и она как говорится женщина была неудовлетворенная у нее были свои обиды и поэтому как бы вот так вот вот что может сделать неудовлетворенная женщина она может стать екатериной великой поэтому надо учиться у истории женщины могут быть очень-очень опасными но смотря для кого и смотря когда и где но в общем екатерина отыгралась хорошо за свою нелюбовь это шо на и не любил но тем не менее пётр как говорится не был таким идиотом и таким дурочком каким его хотят выставить он был прогрессивный такой реформатор у него конечно были какие-то там свои может быть но он как говорится проводить начал проводить такие реформы он он просто опережал свое время почему опережала намного и это не поняли это не оценили правильно поэтому а вот этот фильм великое это как вам сказать я вот вот я хочу обосновать то что пётр делал потому что потому что то что он дело тут есть логика он показал что россия сильная страна с нами не надо ссориться почему мы заберем вот их они забрали вопросе но мы хотим как говорится быть с европой вот вот жест вот мы забрали у вас мы можем но мы вернули потому что мы хотим дружить вот как надо большая территория это не всегда хорошо ну завоевали нажили себе врагов и какой смысл это же территорию чемода как говорится обжить благоустроить и все такое а говорится не вот он вот что сделал тот расчет уже забыл сказать он разрешил свободный выезд дворянам за пределы россии хочешь поехать там в пруссию там в дальнюю в англию пожалуйста свободная торговля разрешил в сибири открывать фабрики то есть у него была прозападная уже тогда прозападный склад мышления и это приняли там ваш таки потому что общество и элита были не готовы к этому а как 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 говорится отстоять свою линию и показать линию ну допустим человека который говорится такого как пётр те которые пришли к власти надо они сделали из него дурачка они это так обыграли что он дурачок он то что он вернул пруссии там завоеваны титул это предательство и все такое но на самом деле это не так вот сейчас вот эти современные историки они переосматривают и поэтому вот это вот учебники советские нам давали это все можно засунуть в жопу сжечь все эти книги вот этот фильм про екатерины там конечно есть хорошие вещи но в принципе он но в принципе он застойный хотя он сделан в 2015 году поэтому дорогие мои зрители имейте на все свое мнение и не хавайте за чистую монету то что вам показывают сейчас достаточно информации на интернете есть литература читайте занимайтесь самообразованием и тогда как говорится вам не смогут говорится навязывать ту историю которая не было это вот этот фильм он он политически там истории там там как говорится в общем она так было но в деталях она была совсем по другому сон на этом как говорится поставим жирную точку вот петр был хороший парень он был не дураком вот он хорошо относился к людям был добрый об этом даже пишут вот я думаю вот что 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 еще есть что история будет переписана сейчас как будто сейчас появились возможности насмотреть на все как говорится не так как кто-то хочет навязать а так как она как говорится ближе докопаться до истины если это кому-то нужно или кому-то интересно в общем на этом как говорится все до встреч я вас всех люблю до свидания